Привет, друзья! Вы на канале Мила Гейм, и мы играем в игру Тока Китчен! И сегодня мы выберем девочку! Привет! Ну что ты любишь кушать? Расскажи нам! Я немножко уже познакомилась с этой девочкой и знаю, что она очень любит фрукты. Она любит клубничку, смотрите. Она любит апельсинчики кушать. И персики. А интересно, вот капусту я не пробовала. Ну-ка, попробую. Ну, и капуста любит есть. Она любит есть овощи и фрукты. Давайте ей сделаем рыбку в духовке. А смотрите, рыбку она не любит. Ну ладно, попробуем запечь. Может быть, ты ее скушаешь? Где наши приправы? Посолим, поперчим, немножечко лимончика туда и немножко маслица. Вот так. Ну все, отправляйся, рыбка, в духовку. Будем тебе печь. Друзья, пишите в комментариях, какие вы блюда делали. Интересные и такие необычные. Горячо дует. Ну, кушай. Смотрите, ребята. Она брызгала наш экран. Будь здорова. Рыбка, значит, тебе не очень нравится. А если тебе сделать рыбу с картошкой на сковородке, например? Она любит картошку. Нет, сырую ты есть не будешь картошку? Мы тебе сделаем рыбу с картошкой и посмотрим. Смотрите, как она морщится, когда ей показываешь. Она ее не любит. Ай-яй-яй. Так, рыбку сюда. И где наш лук? Интересно, лук, как она отреагирует на него? Песенки поет. У нее сегодня хорошее настроение, да? Какая веселая девочка. Куда делся лук? Вот он, не вижу. Он розовый, а я еще желтый лук. Покатился наш лук в колобок. Ну, пойдемте делать. Давайте все-таки на сковородке сейчас что-то пожарим. Целые мы не будем кушать. Сначала мы все это порежем. Так, измельчим на маленькие части. И нашу картошку. Самое интересное, что картошку готовим в кожуре. И куда-то у нас все улетает. Под стол похоже. Ну, ладно, что осталось, то приготовим. И бегом в сковородке. Так, нет, пока еще рано тебя кормить. Мы еще не приготовили. Немножко масла. И кладем наши ингредиенты на сковородку. Отлично, и все жарится. Помешаем. Игра такая реалистичная. Так все поджаривается красиво. Золотая корочка получается на рыбке. Я думаю, ребята, пора вытаскивать и угощать нашу девочку. И ответственный момент. Понравится ли ей рыба? Давайте посмотрим. Сначала дадим ей картошку. О, ей понравилась картошка. Теперь лук. Ей лук понравился. И теперь, тадам, мы даем ей рыбку. А, рыба мне не понравилась. Она не любит рыбу. Зря, зря. Рыбка очень полезная. Рыбу надо есть. Пишите в комментариях, ребята, вы любите есть рыбу? Ой, мы ее очень хорошо накормили. Она такая довольная. И меня это очень радует. Ну, теперь можно какой-нибудь десертик приготовить. Сделаем ей свежевыжатый сок из апельсина. Несем наш апельсинчик. Ой, я его нечаянно в духовку засунула. А давайте попробуем запечь. Что получится? Печеный апельсин. Это что-то с чем-то. Ну, посмотрим, как она на него отреагирует. Ей понравилось. Смотрите, какие экзотические блюда. А если попробовать арбуз? Вау! Какой он большой. Планы его целиком прописать. А если мы его положим вот сюда, запеким его в масле. Целый арбуз выпекаем. Ой, какой он некрасивый стал. Ну, попробуем. О, ей понравилось. И сделаем теперь сок из броккли. И добавим туда персик. Интересное сочетание. Этим и интересна эта игра, что здесь можно очень много всего придумать. Много разных ингредиентов сочетать. Ну, поехали. Интересно, понравятся наши девочки? Ну, и как? Вроде понравилось, улыбается. Что еще приготовим? Давайте сделаем креветку эту. И грибы. И капусту. Вот такие сочетания у нас будут. И все это мы запекем в духовке. А можно сварить, в принципе. Давайте сварим. Закидываем капусту. Креветку и грибочек. А, мы забыли посолить. Как же не соленое есть. Невкусно. И поперчить. Вот это другое дело. Может быть, немножко еще добавим томата туда. Так, ну все. Думаем и кушаем. Так, остыло. Кормим. И все нравится. А креветка? Ура! Ей все понравилось. Вот такой у нас челлендж получился на корме ребенка. И мы справились с нашей задачей. Мы накормили нашу девочку. Она довольная и сытая. Подписывайтесь, ребята, на канал Милогей. Ставьте лайки, если вам понравилось. Это видео. Пока-пока.